Всем привет-привет! Наконец-то вы меня видите симпатичной, накрашенной. Сегодня у меня выходной, но сегодня много дел. Буду рассказывать по мере выполнения этих дел. Сегодня мы должны выполнить доброе дело и купить маленький подарок. Вот он ручной работы. Я его заказывала и я поеду его забирать. Но это уже все я вам расскажу в процессе, как сказать, поступления этих подарков. И все вам покажу и все вам расскажу. Вот такая сегодня симпатичненькая. Вот так вот посмотрим на погоду и решим сегодня, поедем мы завтра в лес или нет. Вот холодновато, но я думаю, что по лесу прогуляться, если замерзнем, то не так будет и холодно. Ну, посмотрим. Смотрите, какая красота здесь растет. Вон лилии. А еще вон какие подсолнухи. Смотрите, какие высокие. В два раза выше меня. И выросли, прикиньте, подсолнухи на севере. Офигеть, очень красиво. Вон я на фоне нашего северного этого подсолнуха вообще. Выросли подсолнухи, представляешь, Дим? Вообще классно. На севере ни разу не видела подсолнухов, чтобы выросли. Еще вон высоченные какие. Здорово. Вон я на фоне нашего северного этого подсолнуха вообще. Выросли подсолнухи, представляешь, Дим? Вообще классно. На севере ни разу не видела подсолнухов, чтобы выросли. Еще вон высоченные какие. Здорово. Сейчас с Димой едем к Елене Фурцевой. У нее свой канал. Ссылочку на него дам под видео. Вот, я к ней уже ездила зимой. И она ко мне приезжала на карантине. Привозила мне в подарок маску. И привозила, я друзьям заказывала самолет, который отправляла. Кто смотрит мои видео давно, тот знает. Вот, сейчас мы едем к ней на работу. Мне нужно забрать первую куколку для Софейки. Так что Лене, Ире, привет. Вот, я надеюсь, эта куколка не потеряется. И она, как сказать, будет одной из первых таких значимых игрушек в жизни Софейки. Вот, но я зайду на этот склад. Я хочу еще там поснимать, там брошек у Лены куча в продаже. Вот, и вообще там у них торгуют колбасой, еще чем-то. Хочу вообще посмотреть, что за цены. Может быть, что-нибудь домой куплю. Вот, так что едем к Лене. Вот так вот. Посмотрим, что там. Так, я у Ленуськи. Сейчас Лена мне... Здравствуйте. Лена мне подарила... Ну, купила у нее куколку. Она мне кое-что подарила. Я у нее еще купила ассортимент. Вот, я у нее сейчас смотрю. Она сама заказывает с этого, с Алиэкспресса, всякие украшения. И вот их развешивают у себя на работе. Наработают на складе. Вот. И целую витрину она делает под себя. Лене, так надо или нет оно? Вот. Вот так вот. Вот. Вот эту она сама вязала. Вот так вот. Ленечка, для моего канала я тебя просто познакомлю. Это Елена Фурц. У нее два канала. Елена и Зверята, да, у тебя канал? И Елена Фурц. Да, я ссылки дам на твой канал. Вот. Ну все, спасибо тебе большое. Вот. У тебя, кстати, платье. Да, да. А покажи, кстати, свой маникюр. Сама делает. Наклейки. Ну, смотрится клево вообще. Ага. Да, да, да. У тебя платье еще прикольное мне понравилось сейчас. Ну все, Ленуська, пока-пока. Так, я съездила сейчас к Лене Фурц. И к Лене Фурц. Она мне отдала куколку для Сонечки, для малышки, для племяшки. Вот. Это я покажу чуть-чуть позже. И мы сейчас едем к еще одной Лене. И будем делать доброе дело. Просто, ну, Лена себя плохо чувствует. Муж у нее в деревне. И она одна. Я сама была в такой ситуации, когда у меня болела спина очень. И некому было помочь. И я очень Лене благодарна, что она предлагала там прийти, помочь, там что-то сготовить. Вот. И мы сейчас... И она не может в ближайших аптеках рядом с домом найти антибиотик нужный. Вот. В аптеках трубку не берут. И я не знаю, есть ли вообще в аптеках или нет. Мы, короче, возьмем рецепт и тоже съездим в ближайшие аптеки. Посмотрим, найдем мы этот антибиотик или нет. У нее температура высокая и есть подозрения на ковид. Поэтому она нам его, этот рецепт оставит на улице. Ну, у нее там вынесет. Вот. Мы контактировать не будем. И если мы купим, то мы также таким же макаром ей принесем. Вот. Так что мы сейчас едем и будем искать нужный антибиотик. Надеюсь, будет. И надеюсь, Ленуська, ты смотришь мои видео. Спасибо тебе. Кстати, мы с ней, кто не смотрел, мы ходили на встречу первого солнца в январе. Вот. Очень классно там было. И гармонист. И мы первый раз тогда с ней познакомились. Вот. Так что сейчас поедем, будем искать. Вот. Я рада, что я сегодня увижу двух людей, грубо говоря, с которыми познакомилась благодаря своему каналу. Вот. Так что с Леной мы... Лена меня даже поснимала. Фурц. Вот сейчас я у нее была на складе. Поснимала меня на свой канал. Если интересно, переходите, посмотрите, о чем мы говорили. Вот. И с Леной тоже она моя зрительница была. И мы стали общаться, дружить. Вот, которые сейчас едем. Ну, все, поехали. Так как Лена была уже в росте во всех аптеках, и там нету этого антибиотика, мы решили поехать в центр города. Там должно быть наверняка, как бы центровая аптека, но надеемся. И по пути-то уже заедем в Лену. Решили все-таки собраться завтра в лес. И заедем в аптеку, ой, в Лену, и закупимся в лес. Так что мы... Убери телефон, мне не видно же зеркало. Ладно, ладно, не кричи, все, психует Дима. Так, заехали в центр, в аптеку. И слава богу, этот антибиотик нашли. Он, кстати, не такой дорогой. Вот, так что доброе дело получилось сделать. Сейчас поедем в ОКЕЙ, завтра собираемся в лес, а у меня нет резиновых сапог. Вот, а в ОКЕЙ там обычно есть недорогие какие-нибудь сапоги. Вот, так что сейчас, если я что-нибудь поснимаю, посмотрю. Было бы классно, если бы там были какие-нибудь недорогие и желтые. Вот, потому что я обожаю желтый цвет, желтые сапоги. Вот, и будет круто, если завтра получится у нас ездить в лес. Так что нам сейчас надо будет еще закупиться, что-нибудь в лес взять с собой, вот, наперекусить. Ну, все, кто вот последнее время в лес ездит, много привозят. Вот, на канале Елены Фурцу, от которой я приезжала, у нее там вообще... Муж столько привез, кстати, там у нее вообще такое было. Там несколько черных огромных пакетов вот эти, которые для мусора-то. Потом с этими грибами. Вот, но они там много чего сделали. Вот, так что там она хозяюшка, там икры и насушила, и наморозила. Я там могу только отварить и заморозить. Вот, ладно, поехали дальше. И пока до Окея мы не дошли, я решила тут еще прогуляться по парку, который у нас напротив нашего областного театра, который ремонтируют уже пять лет. Так еще не доремонтировали. Дима пошел там в один магазин, там авто, что ли, или в спортивной. А я решила пока поснимать такую красоту. Вот у нас такие вот осенние клумбы. Это, как я понимаю, этот... Вот что это за растение? Что-то заваривать, да? Это боярышник, по-моему. Вот он светет. Вот такая у нас красота. Вот в этом парке мы с Димой были зимой. Сейчас я его покажу осенним. Вот такая у нас тут красивая-красивая ель стоит. Очень все красиво. Я очень хочу, чтобы завтра получилось сходить в лес и там уже наснимать осенний-осенний лес красивый с красками. Смотрите, опять мне попадаются, наверное, те же ягоды, которые я недавно пробовала. Прям усыпано все ими. Так аппетитно, красиво смотрятся. Но уже пробовать, рисковать я не буду. Что это? Непонятно. Вот такой у нас красивый парк. Называется, по-моему, это театральная аллея или театральный парк. Не знаю. Вон ель какая красивая. Стоит могучая. Смотрите, как красиво тут стоят скамейки. Сами скамейки стильно сделаны. И вот такие часы в виде музыкального знака. Ну, да. С музыкой, с театром. Вот, очень сделано красиво. Вот сижу, но мою идеалистическую картину портят вот эти звуки. Ну, это скашивают траву. Вот, это я сижу в парке. Дима там по своим делам, я его жду. Вот. Когда все сделает, меня найдет. Блин, завтра была бы такая хорошая погода. Сухая. Вот. И холодно, и не жарко. И вообще для леса идеально было бы. Дима занимается своими делами. Я вам сниму обзор на куколку и на, как сказать, бижутерию, которую я купила у Лены. Вот такую куколку я заказывала. Ну, я заказала просто куколку, но чтобы обязательно с волосиками было, чтобы Сонечке можно было, когда у нее уже, ну, она будет хватать все, чтобы она могла тягать, как бы трогать, вот, на ощупь. На эту куколку я решила назвать Ленок. Почему? Потому что делала ее Лена. И бабушку у моей племяшки зовут Лена. Так что вот такая рыжеволосый Ленок будет у Сонечки дружком. Вот. Если завтра Ира, племяшка, поедет с нами в лес, она тоже собирается, то я через нее передам вот такой подарок для Софейки. Смотрите. И Лена, спасибо ей большое, которая делала эту куколку, она не приклеила глазки, а их связала, ну, вышила. Вот. Чтобы ребенок не оторвал. Я считаю, вот такая классная куколка первая. Небольшая, вот, которая будет с ней вечно ее сопровождать. Ну, надеюсь, вот, может быть, понравится. Вот. Есть же такие игрушки, которые остаются с нами на долгие-долгие годы. Еще меня, так, мне еще Леночка, подарила вместе с куколкой вот такую брошку. Она знает, что я люблю. Вот. И вот такую брошку-орхидейку. Ну, на орхидею похоже. Или на лотос какой-то. Вот. Она мне подарила вместе с куклой. Вот. Я буду с удовольствием носить. И, наверное, на работу в следующий раз обязательно одену. Но, как я вам показывала, у нее там целая витрина и всяких, всякой бижутерии. Я не смогла удержаться и купила себе вот такую брошку. Мне Лена еще скидку сделала. Спасибо ей большое. Вот такую брошку-три кота. Вообще классная такая. Прямо она сделана из, не знаю, глины покрытой чем-то. Или металлическая. Ну, такая довольно-таки тяжеленькая. То есть не... Ну, очень приятная. Вот. Потом я увидела вот эти сережки. Я их сейчас попробую одеть. Мне нравится. Вот. Они так выглядят. Прямо очень как под старину. Вот. Понятно, что это все бижутерия. Но мне нравится бижутерия тем, что ее можно много-много раз переодевать. Вот. Потерял. Мне жалко. Вот. Но надеюсь, что эти сережки я не потеряю. Вот. И потом я купила себе вот такую подвеску. Так. Ее тут подвеска. Видим девочки в платье. Вот. Вот такая она прикольненькая, металлическая. Очень такая стилевая. Когда я ее одену, обязательно ее покажу. И я увидела вот эту подвеску. Не знаю, с чем я ее одену еще. Вот. Но когда я ее увидела, у меня ассоциации возникли с калейдоскопом детским. Вот. С этими камушками цветными. Я не смогла устоять. Мне показалось очень ярко, очень насыщенно, очень классно. Может быть, это как-то по-детски. Но я не смогла устоять. И вот у меня... Теперь я обладательница вот такого богатства. Но я обязательно думаю, с чем-нибудь одену. Я уверена, у меня появится какая-нибудь темное-темное платье. И я обязательно-обязательно одену. Мне кажется, очень-очень так прям весело, ярко. Вот. Вот такое мое богатство. Показываю это без Димы, потому что Дима не очень одобряет, когда я там трачу деньги. А сейчас я одену эти сереженьки и сниму себя в них. Смотрите, как классно. Мне очень нравится, как смотрится. Я довольна покупкой. Так что... Мне нравится, да, Лена говорит, тебе нравится, наверное, все крупное. Да, вот мне нравится такое крупное. Заметное. Вот. И они, кстати, легкие. Вот. Смотрятся недешево. Ну, то есть, не такие прям, как какие-то, как пластмасса или что. Все очень хорошенькие. Прям я довольна. Они у меня прям такие болтаются. Вот. Так что... Сегодня у меня удачный день. Так. Приехали бокей. Сейчас посмотрим резиновые сапоги. И что-нибудь из продуктов. Так. Мы в океи. Я искала резиновые сапоги. Но тут пока я нашла галоши. Такие вот тапочки есть за 115. Это кому, наверное, на дачу удобно. Ну, может быть, кому-то на работе. Таких удобно. Вот. Пойдемте посмотрим резиновые сапоги. О! Смотрите. Прикольные, кстати. 500 рублей стоит. Размер 39-40. Они, мне кажется, мало мерят. Надо будет померить их. Такие полусапожки. И они завязываются. И вода не проникнет. Вот такие и есть. Это размер 41-40. 40-41. Мне большие. У меня размер 37-38. Вон, 800 рублей. Такие. Лиопердовые. Лиопердовые. Вот тоже размер 40-41. Ну, прикольненькие такие. Голенище не узкое. И с теплой подкладкой есть. Такие. Тоже размер большой. Таких. 38-й тоже большой. Ну, надо померить. Вон, размер внизу. Размер. Сколько они стоят? 800. Размер 37-38. Кстати, такие под листву. Сейчас померю тогда. Такие есть всякие. Вот. Размер с теплой подкладкой. 38-39. Нет, это мне большие будут. Ну, кстати, цена вообще 269 рублей. Вообще классно. Классная цена. Вот. 37-38. Можно вот эти померить. Зачем мне какие-то выпендрежные? Сейчас померю их. Ну, на каблуках я точно брать не буду в лес на каблуках. Все, померим. Мне главное, чтобы в голенище были удобно. Возьму. Возьму, короче, вон ту пару, которые я присмотрела. Вот эти. Вот эти мне по расцветке понравились. И возьму вот эти обычные. Мне тут цена нравится. 269 рублей. Вообще классно. Ни о чем. И вот так что посмотрим. Купила себе за 269 резиновые сапоги. А что? Нормально? Отлично. Еще и с подкладкой теплой. С носком теплым. А, сейчас. Мы с Димой ходим по колбасному отделу. И Дима уже минут 15. То одну колбасу потрогает. То другую колбасу потрогает. У меня уже терпение лопается. И он еще подходит и шутит. Лучше бы я так жену выбирал, чем колбасу. И смеется. Как колбасу. И смеется. Забавненько ему. Я вообще не люблю так. Я увидела, схватила, побежала. Дима уже их все перелапал. Как девок напряжу. Внесли покупки домой. Дима себе тоже купил ботинки. Ну, правда, 1200. Не знаю, насколько их хватит. Вот. Ну, он говорит сейчас походить на работу, поездить. Ну, посмотрим. Он все еще не созрел. Покупать подороже. Но у нас сейчас в связи с ремонтом и денег особо-то и нет. Вот. Накупили продуктов. Вот. Всего. Я там накупила. Сейчас в акции. В твоем. За 34 перца. Вот. Буду фаршировать. Может быть, даже заморожу. Полуфабрикат сделаю. Яйца купили. Три десятка. Вот. Поставила в лес. Картошечку. С нами должен пойти друг. Дима, может быть. Вот. Или моя племянница. Еще не знаю. Еще никто ответа не дал. Яйца поставили. Вот. Возьмем консервы. Возьмем картошечку. Яйца. Огурчики. Помидорчики. Ну, чтобы походили-походили по лесу. Нагуляли аппетит. И покушали. Вот. Мясо купили. Вот. Два килограмма. Сейчас буду, ну, как делить по пакетикам. Наверное, раза на три. Вот. Чтобы было мясо в морозилке. И фарша купили. На этом, наверное, влог заканчивается. Вот. Я уже показала все, что можно за сегодня. И завтра, надеюсь, мы пойдем в лес. Все будет хорошо. И насобираем грибов.